Вентиляторы нагоняют холодный воздух и помогают льду промёрзнуть быстрее и глубже. Для тех, кто занимается выморозкой, это единственная возможность не отстать от плана. Обычно температура зимой в Якутии опускается до 50 градусов ниже нуля, и корабли буквально вмерзают в лёд. Но в этом году в Верховьях Лены аномальное тепло. Выморозка льда, то есть освобождение скованных холодом узлов и агрегатов, необходимо для ремонта судов. Чем лёд крепче, тем лучше для рейщиков. Сначала из-под днища теплохода извлекают глыбы льда, прорубая под судами многометровые тоннели. Потом за дело берутся слесари и сварщики. Например, на этом корабле необходимо подлатать повреждённые участки корпуса. Дешевле у меня такое, чем подъём на слипе, то стоя в полной жидкости стоит там. А ремонт здесь, собственно говоря, не сильно большой. Чем толще лёд, тем ниже вероятность затопления выемки. Такое случается, несмотря на все расчёты. Например, под этим судном, СК-2014, вода попала в вайну. И теперь сюда нагнетают холодный воздух, чтобы она замёрзла. И только тогда можно будет продолжить работу. Ремонт во льдах в этом году ожидает 31 судно. Ну, считайте, 180 кубов один корабль льда. Это надо за зиму вытащить из-под кораблей 720 кубов льда. Скажем, жёсткий фитнес-тренинг такой. Я вот за сезон 16 килограмм веса теряю. На этой неделе, наверное, уже всё закончил. Всё, пойду на заслуженный отдых. Как говорится, жену, ребёнка поцелую. До открытия навигации в Якутии остаётся ещё около трёх месяцев. К тому времени все суда должны быть отремонтированы.